В процессе выращивания любой культуры очень важно следить за состоянием растений на всем протяжении вегетации, как до сбора урожая, во время сбора и после. Мы готовим ягоду к уходу в зиму. Для того, чтобы у нас удачно заложился урожай на следующий год, а урожай следующего года закладывается как раз сейчас, нам очень важно проследить за состоянием растений, а именно за тем, насколько хорошо у нас подобрана система питания. В случае необходимости мы корректируем ее. В листовой диагностике на сегодняшний день, в экспресс-листовой диагностике, конечно, у нас в наборе пока что. Два вида анализа. Это функциональный анализ, который определяет не как валовое содержание, а отношение растений в данный момент к каждому элементу, а именно это фотохимическая реакция хлоропластов на внесение исследуемого элемента в пробу. И в таком анализе мы получаем, можем получить три варианта. Первый вариант это у нас недостаток элемента, который мы можем увидеть по усилению реакции фотосинтеза. Второй у нас вариант, когда реакции не происходят, то есть у нас не ухудшается реакция фотосинтеза, не ингибируется и не усиливается. В данном случае можно сказать, что элемент находится в оптимуме. Ну и третий вариант, когда у нас при добавлении элемента реакция замедляется, ухудшается, что, собственно, говорит о избытке данного элемента. Ну, на основании этих результатов есть калибровочные таблицы, проводятся расчеты и принимается решение о корректировке питания. Это корректировка либо в основной системе через капельный полив, или корректировка, такая она более быстрая, это внесение по листу. Калибровка приборов. Необходим процесс перед началом каждого измерения. Прибор автоматически по стандартным растворам строит калибровочную шкалу с поправками на температуру. Промылаем дистиллированной водой. Сейчас мы как раз определим соотношение двух элементов, это азота и калия. Прелесть данных приборов заключается в том, что они работают с очень маленьким объемом пробы, то есть нам не надо огромное количество собирать материала. В нашем случае мы немножко измельчим листья таким несложным приспособлением. Похоже на чеснок и даюк. Старую, добрую, но это приспособление шло в комплекте. Надо получить небольшое количество материала и поместить его на измерительную пластину. Там достаточно. Смотрим, что прибор стремится к стабильному уже результату. Вот мы получили зафиксированный результат 1600. Это у нас нитраты. В листьях нитратов бояться не надо, они полезны для растений. А ты листья с разных участков поля смешал это почему? Это делается с точки зрения статистики, это помогает уменьшить погрешность. Потому что проба должна быть репрезентативной, то есть она должна отображать состояние всего поля, в данном случае сорта, потому что у нас бывают поля, на которых разные сорта по срокам созревания. Вот 2400 и там 1600. Того мы имеем соотношение к калию к азоту, примерно 2 к 1. Значит 2 единицы калия и 1 единица азота. Для данной стадии вегетации и перед уходом в зиму для растений это замечательный результат. Это повышает шансы на перезимовку удачную и на закладку хорошего урожая будущего года. Ну вот, на этом поле в следующем году будет замечательный урожай и на успех, что не все, конечно, факторы поддаются влиянию человека, специалиста. Но все, что можно делать, мы, конечно, делаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА